Михаил Пришвин на Севере Михаил Пришвин известен как автор произведений о природе. Многие дети читают его книги, например, «Кладовую солнца», «Лисичкин хлеб», «Золотой лук». Кроме того, Пришвин был и путешественником. Ему нравилось открывать для себя новые места. Больше всего он любил русский север. Именно его Пришвин считал своей писательской родиной. Михаил Пришвин родился 4 февраля 1873 года в Орловской губернии. У его отца Михаила Дмитриевича и матери Марии Ивановны было пятеро детей, трое мальчиков и одна девочка. Когда Мише было 7 лет, то у него умер отец. С ранних лет мальчик часто менял место жительства. Сначала он уехал доучиваться в Сибирь из-за конфликта с учителем в своей школе, затем поступил в университет в Риге, а позже стал учиться на инженера-землеустроителя в Гейпсидском университете. Пришвин работал агрономом в разных губерниях России, писал книги и статьи о сельском хозяйстве. Также некоторое время занимался журналистской деятельностью, а впоследствии увлекся фольклором. В 1906 году он совершил свое первое путешествие в Карелию, Выговский край. Бросил служебную карьеру и пешком, без гроша в кармане, с одним дешевеньким ружьем. Ушел на север, чтобы записывать народные сказы и речь. Так говорил о своем первом путешествии Михаил Пришвин. И летом 1906 года он отправился в Выговский край, чтобы собрать там народные сказки, предания и песни. Пришвин собрал около 38 сказок, которые позднее вошли в сборник северных сказок Николая Анчукова. Также Михаил Пришвин издал книгу очерков «Краю непуганных птиц» или «Очерки Выговского края». За это произведение писатель был награжден серебряной медалью Русского географического общества. Пришвин рассказывал об истории Петрозаводска и Повенца, о Выговской пустыне и об истории строительства монастырей. Он описывал Ладожское озеро, реку Свирь, а потом и бурное Онежское озеро. Также Пришвин рассказывал об обычаях людей, проживающих на Севере. Жители деревень считали, что душа умершего человека переселяется в животного или в птицу, в горностая, в зайца или в голубя. А известная в тех краях вопленица Степанида Максимовна верила в домового. Вот как об этом писал Пришвин. С вопленицей Степанидой Максимовной я познакомился таким образом. Раз ночью не спалось. Непривичному человеку трудно приспособиться нормально спать такую ночью, когда так свезло, что далеко от окна можно свободно читать и писать. Помню, мне показалось, что на небе сверкают какие-то полосы, похожие на радугу. Меня очень заинтересовало это явление. Ночью, 12 часов, радуга. Я подошел к окну и стал разглядывать. Явление это для меня так и осталось неразгаданным. Но дело не в том. Когда я разглядывал из окна яркие полосы, то до меня отчетливо доносился разговор снизу. Говорили две женщины. Раз и мне пришлось его видеть. Ну какой же он из себя? Да на моего хозяина схож. Тоже в красной рубашке показался. Борода большая, сам маленький, лучинка в руке. А где же ты его видела? Да в хлеву. Ну так это не домовой. Это дворовой хозяин. Домовой не показывается. Его только во сне можно видеть. Или если истомишься и забудешься. Вот мне пришлось его видеть, как муж помер. Ходила я тогда матушка вопеть на могилку. И так-то я пара того пела, что задрожишь вся. Тут-то он ей стал показываться. Стала я с лица спадать. Домашнички замечают, а не знают от чего. Думают, с тоски поможу. Раз я так навопелась. Подоила коровушку, да и вошла в избу. Темно, тихо, ребятишки спят. Только слышно, как на печи старичок. Странник захожий кряхтит и стонет. Хотела я лучинку зажечь. Да что-то неможна стала. И прилегла на лавочку. И забылась. В свое второе путешествие Пришвин поехал уже на следующий год. По Сухани и Северной Двине он отправился в Архангельск. Отсюда и начались мои скитания по северу. Частью пешком, частью на лодке, частью на пароходе обошел я и объехал берег Белого моря до Кандалакши. Так говорил о своем путешествии сам Пришвин. В Архангельске писатель познакомился с моряком и отправился с ним на судне по Северному Ледовитому океану. Пришвин даже побывал в Норвегии и обогнул Скандинавский полуостров. Затем отправился обратно домой. Пришвин побывал в нескольких северных монастырях, среди которых можно назвать Соловецкий. Писатель отправился туда вместе с богомольцами в открытой лодке. Впечатления от этого путешествия легли в основу книги «За волшебным колобком». Также Михаил Пришвин посетил Лопшиньгу. Там он жил и описывал быт жителей деревни. В книге «За волшебным колобком» Пришвин с особой любовью пишет о северной природе и о поморах. Произведение было издано в 1908 году под названием «Из записок на крайнем севере России и Норвегии». В предисловии Пришвин говорил, что у него не было плана путешествия, и он стал думать, кто же ему руководил. Оказалось, что это был колобок. Эта книга состоит из двух частей. В первой части Пришвин описывает русский север, Кандалакшу, Северную Двину, Соловки. Во второй части он рассказывает о путешествии в Норвегию. В одной из глав Пришвин рассказывает другу о своем путешествии на Соловки. Вот один из отрывков этой главы. «Сейчас я понял, почему земля Соловецких островов называется в народе святою. Пришел пароход, битком набитый странниками. Еще далеко с моря доносился с него отвратительный запах. Когда я увидел, сколько их набилось в пароходе, увидел эту грязь, это настоящее истязание людей, я ужаснулся. Но потом они вышли на берег, у них сияли лица. В это время они забыли все трудности пути, все горе. Потом они пошли частью к святому озеру купаться, а частью и святые ворота в церковь. Я видел, как один мужик в сером армике долго крестился большими широкими крестами». В 1933 году Пришвин снова отправился в путешествие, и на этот раз он поехал в Иговский край, Карелию. В то время там строили Беломорско-Балтийский канал, по следам намеченный еще Петром I, дороги из Белого моря в Балтийское. Там он начал работать над романом-сказкой о Сударево-дороге. Эта книга посвящена строительству Беломор-канала имени Иосифа Сталина. Пришвин около 50 лет работал над этим произведением. Михаилу Пришвину приходилось нелегко писать этот роман, о чем свидетельствуют записи в его дневнике. В 1935 году Пришвин совершил еще одну поездку на север, и на этот раз он взял с собой сына. Это путешествие продолжалось около 19 дней. Писатель говорил, что ему до смерти захотелось подышать тем воздухом народной жизни, где не было жестокости крепостного права, и где в дебрях тайги, наверное, и до сих пор сохранились сказания о былых героических временах простого русского народа. Также Пришвин хотел найти Бериндееву чащу, лес, не знавший топора человека. Пришвин искал и другое необычное место, корабельную чащу. Говорили, что там растет сосна, которой уже 300 лет, и Пришвину повезло. Он нашел ту самую сосну. Пришвин так писал о сказочном лесе в книге «Корабельная чаща». «Лес там, сосна за 300 лет, дерево к дереву там стяга не вырубишь, и такие ровные деревья, и такие чистые, одно дерево срубить нельзя, прислониться к другому, а не упадет». Он также говорил и о судьбе человека в несколько символической форме. Вот как он об этом рассказывал в главе «Васина елочка». Солнце светит одинаково всем, и человеку, и зверю, и дереву. Но судьба одного живого существа чаще всего решается тенью, падающей на него от другого. Так было ранней весной, горячий луч солнца осветил и тронул даже семенную шишку наверху старой ели. Пришвин много путешествовал. Был на Кавказе, в Казахстане, на Дальнем Востоке. Однако больше всего он любил русский север. Самой объемной работой Пришвина были его дневники. Он вел их около 50 лет. Там писатель рассказывал обо всем на свете, об истории, о Боге, о важных событиях в своей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова